Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Приветствуем всех наших подписчиков, всем, кому интересны гесарские овцы. И очередное видео от Абдурахмона Мирзурахимова, сына знаменитого Уджимирзу Карима Мирзурахимова. Вот это он прислал нам с промежуточных пастбищ. То есть сейчас овцы находятся на перегоне, но вот здесь, в Ленинском районе, в бывшем Ленинском районе, сейчас этот район называется Рудаки, овцы, вот гесарские овцы великолепного качества, пережидают время, когда в горах пройдет, кончится, сойдет весь снег, пройдут все эти ливни, и трава поднимется. А пока что вот на этих промежуточных, относительно невысокогорных пастбищах района Рудаки, вот пасутся вот эти великолепные, посмотрите, и кучкары, и овцематки с ягнятами. Посмотрите, какой кучкар пошел. И вот какие овцематки. Вот такими должны быть гесарские овцы. Это показательные овцы, элитные. И ягнята уже тоже набрали вес, в этом можно убедиться. А для тех, кто интересуется на самом деле гесарскими овцами, разведением гесарских овец, мы проведем сейчас выдержки из книги Фарсыханова, ученого-гесаровода, который написал книгу. Гесарские овцы, она переиздавалась много раз. И относительно вот пастьбы гесарских овец. Гесарским овцам часто приходится зимовать не только в предгоре и в горах, где они страдают как от недокорма, так и от жажды, но и проделывать многосоткилометровый путь при перемещении с летних пастбищ на зимние и обратно. На многих больших отрезках этого пути овцы остаются длительное время без еды, там, где путь пролегает через распаханные и засеянные земли. Пастьба в зимний период прекращается только в ненастные дни, тогда овцы содержатся в кутанах или кошарах. Их подкармливают сеном, а иногда хлопковым шротом. Там, где имеется достаточный запас кормов, подкормка овец в зимние и ранневесенние периоды ведется регулярно, а при недостаточной заготовке подкармливаются только слабые и истощенные животные. В начале марта маток подгоняют ближе к кутанам и кошарам на окотные площадки. Окот проводится обычно на более ровной местности. На период окота в чабанские бригады присылают дополнительно 2-3 человека сакманщика. По окончании окота отары маток с ягнятами перегоняют на новые пастбища с лучшим травостоем. В конце апреля, в начале мая, производят весеннюю стрижку овец. В то же время проводится отбор баранчиков на племя. Непригодных для племенных целей баранчиков кастрируют. В начале мая наступает жаркая погода и прекращаются осадки. Травостой весенних пастбищ выгорает, пересыхают родники с пресной водой и отары овец перегоняют на летние выпасы. Перегон овец на летние пастбища является весьма ответственным моментом в гесарском овцеводстве. К нему заранее готовят поголовье и сопровождающих его персонал. Перегон овец проводится по заранее намеченному графику и маршруту. Зоотехники и ветеринарные работники сопровождают поголовье на летние пастбища вместе с чабанами. Ну вот это была выдержка из книги Фарсыханова. И как мы видим, не всегда вот эта теория соответствует практике, потому что вот сейчас у нас уже начало мая, дожди не прекращаются. Как мы видим, в горах еще лежит снег, а на пастбищах вот этих промежуточных снега нет, травостой хороший, и овцы стоят и будут стоять до почти конца мая, и только тогда начнут свое движение. Это, конечно же, вот в книге написана только теория, а практику знают чабаны, тем более сейчас, уже когда все в основном перешло в частные руки, уже ветеринары не сопровождают, конечно, из зоотехники отары, и на свой страх и риск чабаны, вот эти дахмарда, они вынуждены быть дахмарда. Да, на самом деле, людьми, обладающими способностями 10, а то и бывало, что и 20 мужчин, потому что они должны заменять и ветеринаров, и зоотехников, и специалистов, как мы уже говорили, по метеорологии, и по любым другим проблемам. Поэтому они сами руководствуются своим чутьем, своим опытом, и только очень опытные чабаны, опытные гесароводы могут сохранить вот это в своем виде гесарских овец, эту красоту, добиться того, чтобы не потерять вот этих молодых ягнят, чтобы провести правильную отбивку ягнят, баранчиков, чтобы правильно выбрать будущее своих отар, и поэтому те люди, у которых набитый глаз, они, конечно же, передают свой опыт и новому поколению гесароводов. Тогда вот получается вот такая вот красота и такое вот единообразие породных качеств гесарских овец. И как мы видим, здесь не только баранчики, появляются на свет вот и жеребята, лошадки, то есть забот полон рот у вот этих наших дахмарда, в частности, вот видите, туман какой лежит, а во время тумана очень часто овцы теряются, и для этого, конечно же, нужны чабанам помощники, полагаются они только на себя и на своих верных собак, на аборигенных среднезианских овчарах, которых называют саги дахмарда или саги чапуни, как угодно, саги тоджики также называют. Вот они защищают овец от волков. Вот в этой местности как раз волка много. И они вот в этих ложбинах, в этих таких редколесье, они прячутся там, тоже у них сейчас как раз появились щенки у этих волков, и они безжалостно атакуют. И поэтому, если собаки дадут слабину, то, конечно же, вот эти вот овечки, невинные баранчики, ягнятки подвергнутся нападению. Но за последнее время вот потерь в аватарах у Джимирзу Карима, или же вот в аватарах, которые мы знаем, не было. И вот, несмотря на то, что, вот видите, небо хмурое, льют дожди все время постоянно, тем не менее, пока что потерь, о потерях ничего не говорится. Ну, значит, все хорошо. Ну, и также мы видим, что прекрасное состояние пастбищ, травостой хороший. Вот в этом районе есть как раз-таки интернет-связь, и всегда на связи чабаны, с нами выходят на связь постоянно. Благодаря им мы получаем вот эти вот замечательные кадры, потому что сейчас везде свирепствует эта проклятая болезнь, коронавирус. И люди ограничивают свои передвижения, поэтому вот благодаря только самоотверженности Рахмона, его братьев, мы имеем счастье наблюдать вот этих вот прекрасных овец. Ну, что же хочется сказать, что, ну, вы сами видите, картина ясна, как Божий день. Это работа, ежедневная работа, и только она помогает вот в Чабанам содержать вот такие вот племенные отары. А таких отар очень много. Смотрите, по всему Таджикистану, большой поголовье. Нам часто говорят, что где-то еще существуют, разводят очень хорошо гесарских овец. Но, кроме как, из Узбекистана мы вот таких больших отар нигде не видели. И даже мы бы обрадовались, если бы были вот такие вот отары огромные, показали бы нам тысячные и тысячные отары из других стран, претендующих на то, что у них есть большой поголовье гесарских овец. И понимаете, что вот даже профессора в своих книгах, научных трудах описывают, что гесарские овцы, тем и знаменитые, что вот почти без подкормки, как вы видите, могут круглый год пастись на пастбище, и только в самые ненастные времена их загоняют в кутаны, или в данном случае у нас вот здесь чавура, огороженные просто места, что где они сбиваются в кучу. А все равно, то есть даже при том, что подкормка, это всего лишь навсего сена и лишь бы шрот какого-нибудь хлопчатника, что не является каким-то таким уж выдающимся ингредиентом. А все, вот видите, вот какая трава, вот все на траве. Ну, то же самое касается, вот, например, и стрижки. В книге написано, что вот в первых числах апреля проводится стрижка овец, но чабаны, опытные чабаны, они все равно смотрят на погодные условия, потому что если вы пострижете овец очень рано и будут идти дожди, то тогда есть вероятность того, что овцы могут заболеть. И это нежелательно, конечно же. Ну и прочтем немножко дальше книгу, а там уже рассказывается о том, как содержатся овцы на летних пастбищах. На летних пастбищах поголовье расстанавливается на закрепленных участках. Овец на летних пастбищах бесперебойно обеспечивают поваренной солью. В первых числах августа проводится отбивка ягнят и формирование их ватары. По мнению Юя Керсика, книга 1951 года, во избежание неплановых окотов наиболее крупных баранчиков необходимо отбивать из маточных отар даже несколько раньше, к 20 июля. Сформированные отары молодняка по полу и племенным качествам передаются лучшим чабанам. Ну вот на этом видео мы как раз видим вот таких вот крупных баранчиков. Вот этот баранчик был, а это вот кушкар такой хороший, очень хороший. Посмотрите, шикарнейший, классный кучкар идет. Вот баранчиков таких крупных. Конечно же, когда он вырастет, 20 июля он уже сможет покрыть матку и будут нежелательные окоты уже зимние. Поэтому отбивают таких вот баранов, догаров, как называемых. В общем, гессороводство очень скурпулезная работа и не ограничивается только тем, что вы поруете какого-то понравившего вам барана с какой-то понравившейся вам овцематкой. Это скурпулезная, это генетика, это зоотехника. Это очень много-много-много нужно знать для того, чтобы быть настоящим гессороводом. Конечно же. Ну, опять-таки, вернемся к авторам нашего вот этого видео, к Абдурахмону, его семье. Ну, как вы видите, они неустанно следят за своим поголовьем, выбраковывают его, отбирают, знают, от каких маток у них, получается, наиболее лучшие ягнята, от каких баранов-производителей. Все это, конечно же, принимается в расчет. И только благодаря этому вот мы видим такое ровное поголовье таких великолепных ягнят. Мы видим, вот, видите, туман лег на горы. Красота, конечно. Но это такая красота настораживающая, потому что сейчас наступает сразу холода. Если опускается температура, то это для овец тоже не всегда холодно. Хорошо, когда резко. Но, тем не менее, вот, гесарские овцы, благодаря своей генетической приспособленности к этим условиям, все это выдерживают без проблем. Опять-таки, скажем, что вот закончится священный месяц Рамазан, с которым всех поздравляем. Миша-Аллах, все двинется дальше. Баракад всем им, огромный баракад всем нам. Продолжение следует... Продолжение следует...